Всем доброго времени суток, это вторая часть видео по постройке бесколлекторного радиального двигателя из болтов. Здесь вы увидите, как я смог в разы увеличить мощность двигателя без кардинального изменения конструкции. В прошлом видео я остановился на том, что двигатель не мог разгнаться на полную скорость. Регулятор терял синхронизацию с ротором и мотор моментально останавливался. Начал решать проблему с магнитов. Наконец-то с Алиэкспресса пришли хорошие мощные магниты. По характеристикам они во всем выиграют у старых. И по мощности они лучше, и по размерам они больше. Размер у них 10 на 5 миллиметров. По своему небольшому практическому опыту могу сказать, что мощность магнитов очень сильно влияет на характеристики двигателя. Чем мощнее магнитное поле у ротора, тем стабильнее будут характеристики у мотора. Так как магниты толще, придется уменьшить диаметр ротора. Это схема расположения магнитов. Здесь они указаны снаружи. Их 6 штук и полярный соседних магнитов должна отличаться. Затем я перемотал двигатель. Благо делать это очень просто. Как вы советовали в комментариях, я уменьшил количество витков. Теперь их будет не 70, а 30. Вот схема обмотки двигателя. А если кто-то хочет подробнее видеть, как его намотать, смотрите первую часть. И, о чудо, двигатель стал работать практически как заводской. Только вот в холостой его раскручивать нежелательно, так как магниты все-таки разлетаются. Но на этом я решил не останавливаться. Как вы мне многие советовали, я решил сместить обмотку ближе к ротору. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отличный результат. Жаль, конечно, внешний вид немного пострадал, но надеюсь, оно того стоит. Осталось его только теперь испытать. Узнать его мощность, вес и тягу, которую он может создать. Проверял на тягу я три винта. Оранжевый 10х4,5, серый 11х5,5 и черный раскладной винт 13х6,5. Первые испытания оказались неудачными, так как батарея была практически разряжена. Но зато можете посмотреть, как красиво крутится пропеллер. На следующий день я провел испытания и самым лучшим кандидатом оказался 13-дюймовый раскладной винт. И хоть с ним обороты значительно ниже, но статическая тяга получилась чуть больше 500 грамм. Испытания с другими винтами я даже не стал выкладывать. Если будет все хорошо, то я это все проверю на самолете. Что интересно, попробовал испытать двигатель с гайками и без них. Без гаек двигатель потребляет немного больше энергии, без видимого прироста мощности. Что по поводу самолетов, на котором этот мотор будет, то у меня есть несколько кандидатов. На данный момент дома у мне находится только один самолет, который вы сейчас видите на видео. Вес самолета в полной комплектации с аккумулятором, приемником, регулятором 390 грамм. Отсутствует только двигатель. Вес двигателя без гаек 240 грамм, с гайками 270 грамм и мотор в полной комплектации с винтом весит 290 грамм. В итоге в полном сборе этот самолет будет весить до 700 грамм. Да, самолет получится тяжелый, но я уверен, что он полетит. Не факт, что двигатель я буду испытывать именно на этом самолете. Может быть даже специально построю новую модель под этот двигатель. К сожалению, из-за недавних ужасных событий летать сейчас запрещено. Надеюсь, что скоро это все закончится и вы увидите, как этот мотор поднимает самолет в воздух. Хотел бы поблагодарить вас за большую активность на канале, за то, что вы пишете положительные и конструктивные комментарии. Все ваши комментарии я читаю и по возможности стараюсь отвечать. Если у вас есть какие-то интересные идеи, пишите в комментариях и может быть я это реализую в жизни. На этом сегодня все. Желаю вам добра. До встречи.